Площадка в нерормативном состоянии. По каким причинам вы не устраняете в рамках гарантии? Мы делали в прошлом году частичный ремонт. У нас была смета. Сметка четко определена. В смете указана, какая фанера должна быть. Какое название, какой марки. Мы закупили эту фанеру в Ониксе в Саратове. Именно этой марки, этой же толщины 12 мм. И установили. Оникс с фанерой или что-то еще у нас должно быть. В муниципальном контракте прописано, полностью из чего должна состоять данная конструкция. Во всем требованиям. Правильно? Совершенно верно. Я еще раз говорю, по каким причинам. Раздаюсь вопрос, если вы вступили к качественному фанеру или вам обманули вас. Вы должны дать котенди, наверное, все-таки своим поставщикам. Но у нас юридические отношения. В каком состоянии нельзя это все оставлять. Но почему вся эта тяжесть ложится на меня, когда я этих денег не украла? Я это сделала все согласно сметного расчета. Почему именно это на меня ложится? Мне тоже это не совсем будет понятно. Хорошо. Давайте как-то найдем среднее решение. Мы все-таки не это, я свое вам высказал. Наверное, давайте тогда поднимайте контракт, поднимайте юридическую службу, чтобы она у нас полностью великая профессиональная работа. У меня справа. Согласно требованиям, которые прописаны в себе заданиях, 12 миллиметров, по гвозду, а не по гвозду, и все остальное. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Хорошо.